Всем доброе утро. Господи, что это? Смотрите на нашу мусорку. Что, мы сейчас нашел кота? У нас тут есть пару котов бездомных. Капец, что это за свинья? Ну как так можно? Смотрите, что творится. Пипец. Я в шоке, смотрите. У меня нет слов. Пипец. Ну вот как можно быть такими свиньями? Зачем это делать? Бедный дядька, который убирает улицу, он сейчас будет в шоке просто. Потому что ему все это надо загрести в мусорной баке. Нормально? Пипец, блин. Не говори, что мне пена сэпаньян. Сэпаньян, да, Тёмыч? В общем, всем доброе утро еще раз. Вот у нас сегодня понедельник. Понедельник день тяжелый, типа, да? Хотя я бы так не сказала. Обычный, нормальный день. Я сегодня поднялась в 6 утра. Сделала все свои процедуры. Артем поднялся в 8. И ты не ставишь, потому что меня трастилила. Вот. И получается, что Артем, пожалуйста, можно на русском? Либо помолчать. Спасибо. Вот. И я встала в 6 утра. Сделала все свои процедуры, которые я пока не снимала сюда на YouTube. Но буду выкладывать в Инстаграме. Кому интересно, смотрите. Потому что сейчас делаю всякие процедуры с утра для лица. Делаю лимфодренажный массаж. Щеткой для лимфодренажа. Потом делаю с вот этим, как он называется, не тренажерчик, а... Я не помню, как называется. Это круглая штуковина. В общем, вы посмотрите. Тоже для циркуляции крови и лимфы. Сейчас таким вот занимаюсь. Вот. Попробую, как отреагируют мои целлюлитики, моя жидкость задержанная. Вот. Уже сходила я в спортзал, позанималась сегодня. И... Испаньоли нет, Испаньоли. Испаньоли, мы не понимаем, кто Испаньоли. И что, Паломита? И что, Паломита? Паломита – это голубь. Говори, вот сидел голубь. Голубь, 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 голубь. Нет, голубь. Так, все, понятно. Тогда закрой рот и помолчи. Спасибо очень большое. Не надо баловаться мне на камеру, особенно с утра. Вот. Я сегодня уже позанималась, потренировала спинку, трицепс. Покажусь. Вот мы идем. Я сегодня сеньорита Розовая, потому что еду в другой спортзал. У меня сегодня занятия. И даю занятия. Поэтому еду в форме, дабы не переодеваться. Вчера вам сняла видео, но очень мало. Почему-то что-то я вчера завозилась, если честно. Хотела много чего снять, но немножко моя голова была не там. И когда моя голова не там, я не снимаю. Потому что получается бред. Не люблю снимать бред. Мне хочется, чтобы это было всегда интересно. На какую-то тему, знаете. А просто лишь бы, что смотрю, то и говорю. Либо что вижу, то снимаю. Что вижу, то пою. Пошли, Артемчик. А, ладно. Спасибо. Поэтому вот так вот. Ну, сегодня поснимаем обязательно. Вот у нас медкадона наша уже открывается в 9 утра. Ну, а мы с Артемчиком в школу. Так что, если я не забуду поснимать вам сегодня свой второй зал, в который я езжу. Ну, в прошлый раз, видите, немножко подзабыла. Потому что я с собой камеру, получается, не взяла. Когда занималась, она осталась в рюкзаке, в шкафчике. А я же снимаю на YouTube, снимаю на камеру другую, на отдельную, эту, которую я купила. А не на телефон. Вот так вот. Так что погода у нас прекрасная. Было 18 градусов с утра, по-моему. Передаю 26. Тепло, хорошо. Сегодня нет ветра. Меня это очень радует, потому что мне сегодня ехать на мотоцикле. Я очень не люблю, когда ветер. Потому что я выезжаю на трассу. У меня там кусок трассы небольшой, буквально минут 10. Не, меньше, меньше. У меня всего дорога в тот спортзал. Получается, нужно выехать за Валентию. Если нет пробок и нет ничего такого, на дороге не случается, то минут 15 ехать, наверное. Ну, есть один кусок трассы, который достаточно опасный. Потому что рядом там есть въезд в порт. Очень много ездит, как они называются, камьоны на испанском. Грузовики вот эти. Фуры, фуры. Вот. И они, их очень много. И нужно очень аккуратно, потому что они летят с такой скоростью. Вот, кстати, не знаю, как. Как вы на это смотрите. Я, например, всегда очень поражаюсь водителям фур, потому что они едут с такой скоростью, что даже не едут так, наверное, хорошие иномарки, знаете. Ну, стрёмно. Иногда очень стрёмно. Вот. Ещё они так любители поджимать. Если, не дай бог, кто-то из них едет сзади меня, ой, как мне надо притопить. Потому что такое ощущение, будто он просто меня сейчас задавит. Ну, в общем, на дороге разное бывает. Поэтому аккуратно. Всегда нужно ездить очень аккуратно. Не выделываться. Да, Артёмчик? Ой, Артёмчика тоже сегодня очень модная футболка Ямаха. Это ему подарили эту футболку, когда мы покупали мотоцикл. Очень она классная, да? Артём очень любит покривляться. Вот вам хорошее настроение на весь день. Вам и нам. Поэтому всем, как говорится, здоровья, добра, спокойствия. И поговорим с вами попозже. Где наш старый дедушка? Тут ползёт. Посмотрите на него. У него болеет спинка. Что ты берёшь? Ему не хватает палочки. Это ему дедушке. Света, дедушка ползёт к тебе. Старенький. Ой, Борюшки. Да что ж ты делаешь? Я думаю, он дыхает меня. Артист, он, а не дедушка. Он, артист ещё тут. Артист, говорила, вот яхтар, давай. И упал. Точный артист. Давай будем мерить давление, дедушка. О, да, кстати. Мы давно не меряли давление. Так, перестань. Садись. У меня было чуть подвижно. Да? Тебя подвижно? Что такое всегда? Лужица голова чешу. Угу. Понятно. Понятно. В общем, такие у нас дела. Я не бываю, я всё поворачиваю. Кто же это делает первым? Так, как хочешь. Ты? А это ты первый, который мне нравится. Так что, я первая? Хорошо, давай. Так, будешь кривляться, получишь пилюлей сейчас. Фу. О, пилюлей. Престань свои мозги кривить. А при этом рестарт. Нет, ещё не надо. Задай вопрос по поводу трубки. По поводу чего? Трубки? Ну, нарисована. Даже на рисунке? Вот, смотри, нарисована. Где должна быть трубка? Л'актива? Значит так, Артёмыч будет мерить мне давление. Поехали. Старт. Да, старт. А, что ты говоришь, а мне хочется сидеть спокойно. Два сантиметра. А, это были пульсации? Угу. И это, где-то, 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 где-то. Да, кстати. Хреновастенько, ребята, так что? Не общаюсь. Собираю селёнки. Где не потеряли селёнки. Вот, вот. А что, где-то, где-то, где-то. А что, а что, а что, а что, а что, а что-то? По-русски. Значит так, 123 на 72. Ну, видишь, нижняя, маленькая низкая. Ну, это, по-русски. Так, следующий. А, а что? Сказал заведующий. Ну, а теперь Артёмыч умери. Погорки, кематем, аль сенсор. Хорошо. И, по-русски, у нас на духа. Вот, у нас на душу и все это. Тенкахаш, дей, 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 дей. Тешки, лапиед. Божечки. А, Артёмыч, какая у тебя. Худюсенькая ручка. Вот так. Так, теперь расслабляй. Расслабься. Положи. Манжет большой. Положи худюсенький. А, ты ж, наш худюсенький. Какой худюсенький Артём. Ай. Вроде кушает. Ну, что он там? Что он там кушает, бедный? Ай, милай, бедный. Молчи, Тёма. Так, Света сказала молчать. Ну, аж спокойно сидеть и дышать. Сейчас посмотрим давление нашего старого дедушки. Ой, какая дедушка. Скажи, старый дедушка. Только дедушка, не старый. А, ты только дедушка? Ты не старый дедушка? О, ах. Я имею в виду меньше, чем ты. О, значит так, Света, смотри. 110 на 74. Так, что у детей такое должно быть, я не знаю. Какое должно быть? Пишите в комментариях, кто. Да, ну, какое давление у детей? Ну, я думаю, должно быть нормальное тоже, но как и у взрослого. Артём, ну что за кривляк? Смотри, что ты делаешь. Ну, давай порви и поломай. Вот и получил. Сещание, чудо-юдо рыбаки-то. Побольше снимай. Да-да. Так, что вот такие дела у нас встречили наши дорогие. Мы уже дома. И будем снова пить кофе сейчас. С мамой Светой. Которая не хочет есть, не хочет пить. Вообще и херово, и вообще. Вот. Всем пока. И всем пока, она сказала. Ну, это типа отвалите, называется. Я понимаю. Типа отвали я. Вежливо, воспитанная, но нет сил. Ну, нет сил. Сегодня нет сил. Чего страшного. Значит, предлагаю попить кофе с шоколадочкой. У-у-у. Хм. Или с конфеткой. Для поднятия настроения. Вот. Нет, у меня шоколад не надо. Я буду курочкой. А, курочку. Кстати, да. У меня здесь размораживаются ножки. Сейчас я их буду мариновать. И буду печь, как всегда, в своей печке. Модной. В своей печке, в своей духовке. Вот. Таким вот образом. Пока что, значит, расписываю, как обычно, свой дневник. Обязательно веду свой ежедневник, где я записываю все то, что должна сделать. Потому что, если я это не записываю, это все уходит из головы. Да и вообще, есть такие иногда дни, когда нереально все запомнить. Потому что какие-то талоны вечно куда-то. В общем, непонятно. И что куда-то надо найти, что-то делать. И надо это все не забыть. Поэтому, естественно, это все записано. Дальше, что хотела сказать. А дальше я вам отдельное видео запишу. По поводу аппетита. По поводу питания. Вот. Очень интересно ваше мнение по поводу последнего видео, которое я выложила. Что вы считаете по поводу того, что кушать нужно все, но осознанно. Очень важный момент. Будем это вместе с вами практиковать. Для тех, у кого есть проблемы с лишним весом. Будем пробовать. Получится у нас, не получится. Ну, а там посмотрим. Значит, мы сегодня решили зайти в концу. Кто знает сеть этих супермаркетов, слышал, тот в курсе. Артем, пор-фавор. Прямо как всегда будет вам кривляться. Артем! Так вот. Значит, мы не будем сравнивать цены, потому что я не помню цены. Я на цифры очень туга. Я вам говорила уже не раз. И я не запоминаю цены. Я несколько раз сравнивала и знаю, что в концу он немножечко дороже, на порядок дороже, чем моя Меркадона. Поэтому мы ходим, как правило, в Меркадону. Сегодня мы пришли в концу, потому что нам нужно купить пеленки, которые покупаю маме и которых нет, к сожалению, нигде. Ну, как есть в аптеке. Ну, в аптеке, как-то даже, даже тоже не могла найти именно размер, который нам нужен. Хамончик. Колбаски. Пойдем, возьмешь себе какие-то колбаски. Ну, вот есть хамончик тоже. Для того, чтобы вам нарезали хамончика или колбаски, стоит вот такой аппарат. И вы подходите, нажимаете пескадырия, черкутырия, коррисария. Ну, мне нужна пескадырия. Мне, например, нужны рыбы. А вот и вылазит вам вот такой вот чик, с которым потом вас вызывают по вот тому вот телевизору. Вот, это когда большая очередь. Возьми, а зачем две тебе? Возьми одну, Тёмыч. Да мы еще перекусим. Тёмыч, как всегда, пока сидел дома, все нормально. Как только мы вышли из дома, начинается хотение есть. Нормально? Ну, естественно. Вот и все, одну пачечку хватит. Так как всегда у нас перекус его сырокопченой колбаски. Вот, поэтому я вам цены могу показать, некоторые цены. Но даже не знаю, стоит ли. Вот, например, яйца тоже. Ага, яйца ты не помнишь, Артёмчик? Почему мы берем яйца? Вот, смотрите, 12 штук, но здесь за 2,20. Это большие. Эль. Размерчик Эль. Размерчик Эль. Три на девять. Они будут побольше. Ну вот, пойдём, Тёмычка. Ну вот. Ну, макарошки, понятно, разные. Пор фавор, пор фавор. Знаете, что я хотела посмотреть? Здесь мне очень нравится, что есть всякие, всякая посуда, например. Вот здесь есть очень интересные сковородки, на которые я смотрю. Но я здесь не хочу брать сковородки. Знаете, почему? Потому что всё равно они не очень годные. В плане в том, что вот это тоже оно не железное. Вот это, например, получше уже. Вот это оно не железное. И вообще, в последнее время я со сковородками рассказывала, какая-то у меня проблема. Они у меня все горят, хотя написано, что они для газа. Просто во многих домах плиты электрические. Естественно, это всё сделано для электрических плит. Но я всегда покупаю, где написано для газа тоже. Ну, как-то вот получается, что очень быстро портятся сковородки. Начинают пригорать практически всегда. Тёмычка, что это со своей Пепси, Тёмыч? Я всегда реакивала в видео, потому что я делаю три минуты. Да? Нет, я там удалила, мне есть место. Поэтому, Артёмыч, пошли, пожалуйста, посмотрим всё-таки то, зачем мы сюда пришли, а не всё подряд, кроме того, что нам нужно. Вот. Как всегда, понавозили шоколадок. Вот. Вы мне задавали там интересные вопросы. Я вот сейчас попробую сосредоточиться и вспомнить по поводу того, что... Ну, я помню, что мне задавали вопрос по поводу того, как контролировать своё мышление по поводу питания, по поводу вот этого всего. Я обязательно на эту тему сяду, и мы с вами поговорим отдельно, когда я буду сама без Артёма, а то, слышите, он уже вам макает. Вот они, 60 на 60. Артём, нам вот эти штуки нужны. Я мне лейду лигру. Отлично. А на русском? 6,39 у нас стоит протектор. 15 штук. Книжка сегодня. Да? Прочитала книжку? Ой, ты ханюси. Держи за ручечку. Там есть ручечка Рубинсона. Вот, дальше. Салфетки нам пока не нужны. В общем, так у нас, в принципе, всё есть. Дальше. По поводу... Какие были вопросы? Ага, по поводу того, что я Артёма вожу по шоколадным и продуктовым магазинам, его дразню, и он бедный мучается. Ну, вы же понимаете, что это неизбежно. Он всё равно будет ходить по магазинам, и всё равно ему будет хотеться, как любому человеку. Я просто ему всегда объясняю, что Артём, кушать можно всё, правильно? Просто нужно полоть инсулинчик. Всё. Ну, когда я снялся инсулинчик, у меня есть витамины. Артёмчик, ну давай по делу будем говорить. Вот, что мне нравится ещё в конце. У меня здесь тоже есть всяких кучей витаминов. Ну, я здесь ничего не беру. Хотя, смотрю, достаточно неплохие витамины. Вот, дальше. Что ещё? Я вспомню. Вот, он, конечно, намного больше, этот супермаркет. Намного больше выбор, чем, естественно, Меркадона. Вот. Но, по-моему, из продуктов ничего не нужно. Мы всё покупали. Артём, а ну вспоминай, у нас вроде как всё есть. Если Артёма Курцисси не съел. Вот смотри, пепину мы вот это берём нашу. По-моему, тоже 2,50 у нас килограмм. Да, оландекс? Да? Не-не-не, не это, Артём, я говорю за килограмм. Килограмм везде, ну, это килограмм. Мы не смотрим. Там яблочки, смотри, какие красивые, вот это, кстати, очень вкусные яблоки. Я их просто обожаю, называются Pink Lady. Кто знает, у них вот такая вот наклейка сердечком, это шикарные яблоки. 3,29 килограмм стоят. У меня их в Меркадоне не продают, поэтому я их не беру. А вообще, если попадаю в концу, то беру эти яблоки, очень вкусные. Вот они вообще такие, знаете, все как искусственные какие-то, если честно. Такие идеальные. Пинни, смотрите, какой милый ананас. Килограмм у нас, по чему, евро 90-105. Нормально. Нормально, хорошая цена. Дальше. Едем дальше. Так, виноградик. Вот обычные яблоки есть за евро 79, и не надо за 3 с чем-то брать, видите. Так что, может быть, они будут не такие сочные, хрустящие, вкусные, но мороженком они будут брать. А вот по поводу мяса, 2,50, кстати, вот наши белки яичные. В Меркадоне сейчас они по такой же цене. Вот, и курица, и все остальное. В принципе, я вижу, что плюс-минус, плюс-минус, но я не помню. Вон, кульфиле, куриное, килограмм 7,95. Вот тоже все зависит от того, как оно порезано. В общем, честно, я не помню цены в Меркадоне, не буду сравнивать сейчас. Не, не помню. Пойдем, отемчик. Да, хорошо, мы будем идти на кассу. Вот. Будем проходить мимо. Уй, мы не можем перейти, когда вернемся к кассе, потому что сейчас мы идем по улице с кассой. Ничего страшного, Артемчик. Вот. Также есть химка всякая. Гели для душа и так далее. Вот, в общем, мы останавливаться не будем, потому что нам... Нам уже ничего не нужно. В общем, мы тут приготовили вот такие вкуснейшие ножки, которые я перед этим замариновала, как всегда, в приправках и горчичка. Ну, надеюсь, вкуснейшие я еще не пробовала, не знаю. Сейчас мы будем пробовать вот такие вкусные ножки. Ну, надо, конечно, всё. Всё потому что я приправлю. Всё. ährlla. Продолжение следует...